Семейство Hyundai N дебютирует в России с заряженной модели, хэтчбека i30N. Напомним, что обычный i30 в России не прижился. Два года назад в Россию везли сотню машин, но дальше пробной партии дело не пошло. Зато горячий Hyundai должен чувствовать себя вольготно на пустом рынке, ведь Golf GTI, Megana Res и Focus ST в России больше не продаются. N-Brand, N-Brand это не просто обвес, не просто какое-то косметическое изменение дизайна, это реальное спортивное автомобиль с абсолютно уникальной настройкой шасси. Двухлитровый турбомотор развивает 249 лошадиных сил в версии Sport и 275 сил в версии Ultimate. Оба варианта выдают 353 ньютон-метра и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой. Младшая версия модели набирает первую сотню за 6,4 секунды, старшая на 0,3 секунды быстрее. Продавать хэтчбэк будут в пяти городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. Именно в этих городах присутствует спортивное сообщество людей, которые именно фанатеют спортом, и именно в этих городах присутствует инфраструктура для автоспорта, большие треки и культура взаимодействия именно с спортивным автомобилем. В начальной версии Sport хэтчбэк стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей, а топовая комплектация обойдется на 150 тысяч дороже. Хёнда подчеркивает, что выводит на рынок не отдельную модель, а весь спортивный суббренд N. Это значит, что в будущем нас ждут не только полноценные N-модели, но и приспортивленные комплектации N-Line, которые отличаются не столько мощностью, сколько декором и оснащением. Семиместный кроссовер Cherry Tiggo 8 вышел на китайский рынок всего год назад, но на шанхайском автосалоне уже показана модернизированная версия. Внешние изменения сводятся к светодиодным фарам, новой радиаторной решетке, бамперам и хромированному декору. А вот салон переделан полностью. Здесь теперь сразу три экрана, виртуальные приборы на диагонали 12,3 дюйма, медиасистема с экраном на 10,25 дюймов и 8-дюймовый дисплей климат-контроля. Создатели не без гордости сообщают, что медиасистема активируется сканированием лица или отпечатка пальца, а также воспринимает голосовые команды на 32 диалектах. Собственная сим-карта обеспечивает в Китае постоянный доступ в сеть 4G и связь с обычными сервисами Baidu. Но главное приобретение обновленного Tiggo 8 – это двигатель. Устаревший по китайским меркам полуторалитровый турбомотор на полторы сотни лошадиных сил уступает место новому двигателю 1.6 TGDI из семейства ECTECA. Турбо-четверка развивает 197 лошадиных сил и 290 ньютон-метров, а в паре с ним работает семиступенчатый робот Getrock с двумя мокрыми сцеплениями. В Китае машину предлагают по цене примерно 1 миллион 150 тысяч рублей, а в следующем году кроссовер доберется и до России. Серийный седан Cherry Arisa GX – это глубоко модернизированная модель Arisa 5. Платформа сохранила стойки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади. Полуторалитровый турбомотор развивает 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Коробки передач – 5-ступенчатая механика или вариатор с 9-ю фиксированными передачами. В России машина появится не ранее следующего года. На автодроме «Крепость Грозная» в столице Чечни прошел первый этап нового сезона «Кубка РАФ» в зачете «Формула-4». Соревнования проводятся с 2015 года при поддержке программы развития российского автоспорта SMP Racing. В этом году они проходят под эгидой Российской Автомобильной Федерации и одновременно с этапами отечественной серии кольцевых гонок SMP RSKG. «Формула-4» рассчитана на молодых спортсменов, которые приходят из картинга. Первый день у уикенда прошли тренировка и квалификация, где пол-позицию занял пилот программы SMP Racing Павел Буланцев, а Ирина Сидоркова стала четвертой. В воскресной гонке победил Павел Буланцев, вторым стал Иван Носов, который вместе с сошедшими в гонке Ириной Сидорковой и Артемом Лобаненко представляет Россию в испанском чемпионате «Формулы-4». Но прежде чем сесть за руль болида, все они достигли успехов в картинге, для которого отлично подойдет и трасса «Крепость Грозная». В новом сезоне календарь российской «Формулы-4» насчитывает семь этапов, а завершится чемпионат в сентябре на Сочи-автодроме. Мерседес представил новое поколение флагманского кроссовера GLS. Все кресла отныне оснащены электрическими регулировками, а вместо центрального дивана можно заказать два отдельных кресла с подлокотниками. Технически машина представляет собой растянутый в длину младший кроссовер GLE, с которым новинка делит не только платформу MHA, но также фронтальную часть кузова и переднюю панель в салоне. Автомобиль удлинился на 77 и расширился на 22 мм. Теперь от носа до хвоста уже 5 метров 20 сантиметров, а колесная база составляет 3135 мм. Это значит, что Мерседес перерос и BMW X7, и Cadillac Escalade. Уже в базовой комплектации GLS получит матричные фары. В салоне привычный интерфейс MBUX, где сенсорный дисплей на 12,3 дюйма объединен с полностью цифровой приборной панелью такой же диагонали. Система распознает голосовые команды и понимает речь живого общения, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов. Подвеска пневматическая, а за доплату доступна активная гидропневматика и Active Body Control. Базовая версия 450 – это трехлитровая рядная турбо-шестерка с отдачей в 367 л.с. и 500 ньютон-метров. Индекс 580 означает битурбомотор V8 мощностью уже 489 л.с. С ним кроссовер набирает первую сотню за 5,2 секунды. Оба бензиновых варианта дополнены 48-вольтовым стартер-генератором. Чуть позже добавится и трехлитровый дизель мощностью 286 или 330 сил. Все моторы работают в паре с 9-ступенчатым автоматом. Старт продаж намечен на конец года. Причем для нашего рынка GLS будут собирать и на новом заводе в Подмосковье. Концепт-кар Kia Habanero обыгрывает одновременно и название острого перца Habanero и напоминает об электромобиле Kia Niro. Достались ли концепту какие-то узлы серийного кроссовера – неизвестно. Создатели говорят лишь, что Habanero оснащен двумя электромоторами, а запас хода превышает 480 километров. Но главное – концепт возвещает новый сегмент рынка. На место кроссоверам, то есть SUV, должны прийти еще более универсальные автомобили буквально для всего сразу, то есть ECEV, которые сойдут и для города, и для трассы, окажутся и спортивными, и, разумеется, электрическими. На вседорожность намекает и полный привод Habanero, и 20-дюймовые колеса. Заявлен автопилот пятого уровня и проекционный дисплей во все лобовое стекло. А для управления всеми функциями вся передняя панель превращена в гигантский тачпад. Еще одной новинкой Kia на автосалоне в Нью-Йорке стал Stinger GTS. Эта модификация отличается так называемой динамической системой полного привода. Она дополнена самоблокирующимся задним дифференциалом, который повышает сцепление с покрытием и более равномерно распределяет тягу между задними колесами при поворотах и скольжениях. В ездовом режиме Comfort на заднюю ось передается 60% тяги, в спорте – до 80%. А в режиме «Дрифт» муфта переднего привода отключается, все 100% тяги уходят назад. Stinger GTS предложат как с полным, так и с задним приводом. Двигатель позаимствован у версии GT – это V6 3.3 с двумя турбинами, который выдает 370 л.с. и 510 ньютон-метров. 800 экземпляров Stinger GTS отправятся к американским дилерам в конце весны по цене от 2 миллионов 800 тысяч рублей. В Москве на территории спортивного комплекса «Лужники» состоялся российский дебют нового кроссовера Range Rover Evoque. Гостям мероприятия посетили сеанс интерактивного кино под открытым небом и, не выходя из автомобиля, увидели короткометражные фильмы. Мы всегда отличались креативом, и нам бы хотелось, чтобы в начале весны это мероприятие проходило на воздухе, вот в таком необычном формате, когда клиенты знакомятся с автомобилем через просмотр видеофильмов. В России Range Rover Evoque занимает пятое место в своем сегменте компактных премиальных внедорожников. В прошлом году на нашем рынке продана одна с четвертью тысячи машин. Мы никогда не комментируем цифры продаж, тем более не говорим про те результаты, которые мы уже, конечно, поставили перед собой на этот год. Я уверен, что этот автомобиль будет, безусловно, популярным. Несмотря на внешние сходства с предыдущей моделью, Evoque действительно сменил поколение. Машина построена на новой платформе и с новым кузовом. Российская гамма двигателей состоит из двухлитрового дизеля мощностью 150-180 лошадиных сил и двухлитрового же бензинового мотора отдачей в 200, 249 или 300 сил. Продажи Evoque начнут в июне. Стартовая цена модели – 2 миллиона 929 тысяч рублей.